Коко Шанель и кинематограф практически одновременно пришли в этот мир. Великая мадемуазель родилась в 1883 году, а кино – спустя 12 лет. В результате именно она стала первым кутюрье, которое проявило интерес к киноискусству. Самой изысканной работой Коко Шанель стал фильм в прошлом году в Марьинбаде «Алена Рене». В основе сюжета – любовный треугольник. Женщину преследует мужчина, пытаясь убедить ее, что годом ранее она обещала ради него бросить все. И вроде бы история понятна, но постоянное переплетение мнимых реальных событий и нелинейная структура нарратива делают его одним из самых странных и запутанных фильмов в истории. Режиссер хотел воссоздать в своем фильме стиль немого кино. Вдохновение он черпал в ящике Пандоры Георга Папста. Главную роль в фильме играет Дельфин Сирик, одна из самых красивых актрис французского кино. Короткая мальчишеская стрижка Дельфин делала ее похожей на Шанель в юные годы. В нарядах от дизайнера соединились роскошь 20-х и мода 60-х годов. Героиня появляется в платье-футляре цвета металлик, дополненном роскошной парой зажерелья и браслета. В том же цвете представленный костюм с рукавом 3 четверти. Сдержанно и элегантно выглядит героиня в черном облегающем платье с бретельками, которые дополняют жемчужные серьги и длинные фирменные шанелевские бусы. В остальных же нарядах транслируется образ женщины-птицы. Она эдакое райское создание, запертое в клетке. Этот мотив нашел свое отражение в нежном белом платье с рукавами-крыльями. В черном воздушном платье с кружевом и апогея достиг в умопомрачительном пенюаре из белых перьев. В 2011 году Карл Лагерфельд отпраздновал 50-летие фильма весенне-летней коллекции с одноименным названием. Также «Дельфинца Эрик» появилась в «Нарядах Шанель» и в другом фильме «Новой волны», украденные поцелуи Франсуа Трюфо. Она играет в нем роковую красавицу Фабьен Табар. Впервые мы видим ее примеряющую изысканные двухцветные туфли от Шанель. Фабьен облачена в лаконичное черное платье с золотыми пуговицами и золотым поясом. Также на ней белая меховая накидка. Завершает образ дорогое колье. Второй наряд – это полосатый комплект из жакета и юбки с фирменной стеганой сумкой от Шанель. Дополнен образ. Сначала ниткой жемчуга, а затем и фирменными бусами. Карл Лагерфельд как-то сказал. «Есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Это джинсы, белая рубашка и жакет Шанель». Куко представила его в 1954 году, когда ей было уже 71 год. Через 8 лет жакет Шанель сыграла свою первую роль в кино – в фильме «Бокаччо 70», а именно в новелле «Луки на Висконте. Работа». Главная героиня в исполнении прекрасная Роме Шнайдер – богатая наследница, вышедшая замуж за итальянского графа. Пупе – так зовут героиню – ходячая реклама модного дома. Первый же наряд, в котором она появляется, полностью состоит из изделий бренда. Классический костюм Шанель героиня сочетает с розовой блузкой в тонк подкладке жакета, жемчужными украшениями, золотым поясом-цепочкой, шляпкой-таблеткой и двуцветными лодочками. Также знаковыми для бренда. Их Шанель придумала в 1957 году. Далее она надевает золотой костюм из парчи в русском стиле и дополняет его норковой шапкой и горжеткой. Ну и, конечно, как Шанель могла обойтись без аксессуаров? На Роме браслет, серьги и густое ожерелье. В последней сцене актриса появляется в невесомом, полупрозрачном голубом пенюаре. Перед началом работы режиссер фильма попросил Габриэль Шанель дать Роме Шнайдер уроки стиля и элегантности. Актрису тогда называли австрийской булочкой. Ей явно не хватало лоска и женственности. В результате Роме сказала, «Три человека существенно изменили мою жизнь. Олен, Висконти и Коко Шанель». Дизайнеры и актрисы подружились. Роме стала живым воплощением модного дома. Дружба бренда и кинематографа продолжилась и после смерти великой мадемуазель. Настоящую любовь к дому питает режиссер Вуди Аллен. В картине «Полночь в Париже» героиня Рейчел МакАдамс, богатая американка, приехавшая в Париж, сочетает жакет от Шанель с простой белой туникой, джинсами и ремнем на бедрах. В следующий раз жакет появился в его фильме «Жасмин» с кейт-бланшет в главной роли. Художник по костюмам Сьюзи Бенсингер рассказала, «Вуди не тот парень, что помешан на моде. Однако он попросил меня одеть Жасмин именно в Шанель». Жакет этой марки должен был стать знаковой вещью, отражающей обеспеченное прошлое героини. Сьюзи связалась с Карлом Лагерфельдом, не надеясь получить ответ. Однако пакет с двумя биджаками прибыл спустя два дня. В пакете лежала записка «Для Кейт я сделаю все». Впрочем, этого следовало ожидать. Ведь еще в 2003 году для ВОК Австралии Лагерфельд снял Кейт в образе Коко Шанель. За роль в драме «Жасмин» Кейт Бланшетт получила свой второй «Оскар». Но самая красивая совместная работа бренда и режиссера – это фильм «Светская жизнь». Действие картины происходит в 30-е годы 20 века, во времена джаза, роскошных вечеринок и утонченных женщин в шелковых платьях и длинных перчатках. Главные женские роли в нем исполнили Кристин Стюарт и Блейк Лавли. Блейк – бывшее лицо Шанель, а Кристин сохраняет этот статус по сей день. «Если бы мне нужно было одним словом описать стиль светского общества тех лет, то этим словом было бы Шанель», – говорила Кристин. Специально для актрисы модный дом воссоздал наряды 30-х годов, некогда придуманные самой Шанель. Так, в одной из первых сцен Стюарт предстает в подвязанной на узел рубашке и высоких шортах. «Эти шорты не просто отражают ту эпоху, они и есть из той эпохи. Другие наряды героини также передают моду 30-х. Простой, но женственный фасон, акцент на талии, рукава-фонарики. Ее стиль по-курортному расслаблен. Став частью светского общества, Кристин появляется в богемном клубе Нью-Йорка в длинном белом шелковом платье с кружевом и пышным декором. Также на ней длинные белые перчатки. Самый роскошный наряд Кристин – это светло-розовое длинное платье с кружевом, которое она носит с накидкой из перьев марабу. Однако главный акцент в каждом наряде фильма сделан на украшения. В 2014 году модный дом Шанель выпустил коллекцию украшений, названную «Кафе Сосайти». Посвящена она была, разумеется, стилю 30-х годов, прежде всего арт-деко, и вдохновлена украшениями из архивов, созданными самой Габриэль Шанель. Изделия из этой линейки, а также из предыдущих коллекций бренда и примерили героини фильма, в том числе и второстепенные персонажи. Украшения вносят роскоши в аккуратные вечерние образы героини Блейк Лавли. Например, они дополняют это прекрасное серебристое платье, идеально подходящее для модного нью-йоркского клуба, в котором играют джаз. Кристин Стюарт появилась в нарядах от Шанель и в фильме «Персональный покупатель». Модный дом предоставил для съемок архивное серебряное платье в пайетках из круизной коллекции 2015 года. Если вы смотрели фильм «Дьявол носит Прада», вы наверняка помните дерзкий образ обновленной героини Энн Хэтуэй. Она появляется в кожаных ботфортах, мини-юбке и винтажном жакете Шанель. Хотя главную роль в фильме сыграли скорее аксессуары модного дома. Героиня дополняет ими свой яркий осенний образ с белоснежным пальтом. А многослойные бусы от Шанель после выхода фильма на экраны хотели заполучить тысячи модниц. Ну и как же изделия модного дома могли не засветиться в культовом сериале «Секс в большом городе»? К бренду Кэрри испытывала крайне нежные чувства. В ее арсенале были разные модели авторства Карла Лагерфельда – от еле заметных сережек до блузы и пиджака Шанель. Так вы, должно быть, помните, как в пятом сезоне она бежала по Нью-Йорку в нежнолиловом свитере и ярком полосатом платье. Сверху был накинут алый жакет Шанель. Команда стилистов сериала называет этот образ одним из самых любимых. Он особенно интересен неожиданным сочетанием максимально дорогих и демократичных вещей. Жакет Шанель, само собой, изделие далеко не из дешевых. А вот платье и свитер, как говорит стилист сериала, были куплены в универмаге. Еще одно колоритное появление модного дома состоялось в первом сезоне. Кэрри пришла в гости к бабушке и лучшего друга Стэнфорда Блетча. Та принадлежит к тому самому срезу элегантных пожилых дам, которым особенно полюбился фирменный костюм от Шанель. У бабушки Стэнфорда их целых четыре, и она носит их уже 40 лет. Как сказала пожилая дама, костюм по-прежнему ей впору, и он никогда не выйдет из моды. Это, пожалуй, самая точная характеристика для изделий великой куком. Мы не можем обойти стороной и сериал «Сплетница». Герои героини Санте-Барбара о подростках из Верхнего и Сайда щеголяли, кажется, во всех существующих знаменитых марках. Не исключение и бренд Шанель. Так особенно удачно сумочки от Шанель носила Блэр Уолдорф. Но настоящей одой модному дому стал искрометный сериал с элементами фильма ужасов «Королевы Крика». Главный героинь сериала, популярных девчонок из студенческого братства Капа-Капа-Тау, зовут Шанель номер один, Шанель номер два, три и далее, в зависимости от их положения в иерархии. Наслаждение для глаз – это стиль героинь. Королевы Крика носят видовые костюмы, платья а-силуэта, сверкают жемчугом и стразами. Шанель номер один в исполнении Эммы Робертс называет Карла Лагерфельда своим крестным отцом и носит перчатки с обрезанными пальцами и темные очки в пол лица на манер дяди-дизайнера. Все мы с детства знаем, что Коко Шанель изменила историю моды и насколько же удивительно осознавать, что немалый вклад она внесла и в киноискусство. Спасибо, что дослушали нашу лекцию до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите наших следующих видео. До скорой встречи!